На Тихоокеанском флоте прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти героя России, матроса эскадренного миноносца «Быстрый» Алдара Цединжапова. Трагически погибшему матросу эсминца, который ценой своей жизни спас боевой корабль и экипаж, у пирса на территории военно-морской базы на берегу залива «Стрелок» установили памятник «Обелиск». В честь этого события состоялся митинг. На нем побывала и съемочная группа Тихоокеанского телевидения. Памятник представляет собой природный камень с мемориальной доской, на которой выгравированы инициалы героски погибшего 19-летнего матроса. Мемориальную доску торжественно открыли еще 10 января 2011 года. Тогда на церемонии присутствовали родители Алдара. Но в январе территория была еще неблагоустроенная, да и всего месяц назад на этом месте росла трава. Сегодня же памятник огородили, установили освещение, поставили скамейки и разбили клумбы. По словам Владимира Пискайкина, заместителя командира 36-й дивизии ракетных кораблей, на эти цели потрачено свыше 1 миллиона рублей. Благоустроить территорию удалось силами неравнодушных людей-меценатов. Сегодня очень хороший день. На самом деле хороший день. Вот как был плохим днем, был 24 сентября в прошлом году, когда Алдар Циденджапов, матрос наш с Быстрого, совершил свой подвиг. Ну, конечно, это плохой день. Плохой день, потому что в результате 28 сентября Алдар умер в госпитале от полученных ожогов. Но подвиг его, он вместе с нами. И я очень надеюсь, что многие молодые ребята, которые будут сегодня участвовать в открытии памятника Герою Российской Федерации, матросу Алдару Циденджапову, они этот день запомнят и будут брать с него примеры, всегда будут держать в голове, что место подвигу в нашей стране всегда есть. Митинги, которые состоялся у пирса на территории военно-морской базы на берегу залива Стрелок, приняли участие военнослужащие Приморской флотилии разнородных сил, представители Думы городского округа, моряки кораблей соединения, а также представители Агинского бурятского округа, откуда родом Алдар. Приехали почтить память героя и его родственники, родные брат и две сестры. Они выразили огромную благодарность всем тем, кто приложил максимум усилий для создания этого мемориала памяти. Мы считаем, что такие, как Алдар, они любят, любили и любят жизнь. И ради того, чтобы все другие жили, они своей жизни не жалеют. Это очень надежные люди. Я хочу поклониться просто этому небольшому обелиску, камню с его фотографией и сказать, что Алдар не даром отдал свою жизнь. Он отдал жизнь ради жизни других. Спасибо. Напомним, 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эсминца быстро находился на борту и готовился к боевому походу из Фокина на Камчатку, машинам отделения корабля вспыхнул пожар. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Около 9 секунд он находился в центре пожара. После устранения утечки он смог самостоятельно выбраться из захваченного пламени отсека, получив сильнейшие ожоги. Матрос в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи 4 дня боролись за его жизнь, но 28 сентября он скончался, предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле. Он спас от возможной гибели само судно и экипаж. До сих пор с трудом верить. Огромное спасибо вам, что чтите память. В этот день было сказано много добрых слов в адрес 19-летнего матроса, который погиб на боевом посту, выполняя свой воинский долг. После торжественного митинга к памятнику обелиску возложили венок и цветы, после чего объявили минуту молчания, во время которой прозвучали троекратные залпы воинского салюта в честь трагически погибшего героя. Продолжение следует...